Уважаемые коллеги, мы начинаем работу или еще подождем несколько минут? Пора начинать? Хорошо. Продолжение следует. 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 выступить и сказать несколько вступительных слов. Пожалуйста, определите контекст, что вы можете сказать о генеративном искусственном интеллекте и что будет определять нашу дальнейшую работу по искусственному интеллекту в этой перспективе. Доброе утро. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы меня представили. Меня зовут Набаня Щегага. Я работаю в Министерстве внутренних дел и коммуникации Японии. Я возглавляю отдел директората, который как раз по этому вопросу. Я хочу поздравить вас с подготовкой этого доклада. Очень своевременно. И на меня лично очень большое впечатление произвело содержание этого доклада. Я надеюсь, что эта работа будет продолжаться, не остановиться на том, что уже было сделано. Надеюсь, что мы будем и далее сотрудничать. Несколько замечаний. Если говорить о содержании этого доклада, то нужно сказать, что этот доклад не является всеобъемлющим. Это, если хотите, первый взгляд на искусственный интеллект и на разработку политики по управлению искусственным интеллектом. Я ранее работал в ОСР в Японии. Входил в состав команды, которая разрабатывала рекомендации по искусственному интеллекту в 2019 году. Это был первый межправительственный стандарт по искусственному интеллекту. И четыре года я там работал. Мы готовили тогда этот доклад. Могу сказать вам, что были три главных темы. Первое касалось функциональной совместимости или взаимосовместимости с точки зрения управления искусственным интеллектом на государственном уровне. И это нашло отражение также в заявлении в коммунике группы СИМИ. Вы знаете, что Япония та же возглавляла, была председателем. И одной из главных тем председательством Японии была также взаимосовместимость управления искусственным интеллектом. Но что означает взаимосовместимость? Например, в Европе, как нам известно, ввелись как раз переговоры в этот момент по так называемому акту по искусственному интеллекту или закону по искусственному интеллекту. И Япония предложила обсудить в 2016 году еще, обсудить глобальное управление искусственным интеллектом. И группа СИМИ продолжала это обсуждать относительно того, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить доверие к искусственному интеллекту. Потом мы перешли к взаимосовместимости. И получается, что есть те страны, которые работают над составлением нового законодательства по искусственному интеллекту. И есть другая страна, например, Япония, которая считает, что нет необходимости в области управления искусственным интеллектом, нам необходима инновационность, нам необходима тем, что может сделать для нас искусственный интеллект. Например, вы знаете, что в Японии, например, резко сокращается население. Вот такая у нас проблема. И мы уже отмечаем сокращение рабочей силы в нашей стране. Это значит, что нам необходимы роботы для того, чтобы поддерживать экономику страны. Вот тогда, в 2016 году, мы предложили группам СИМИ как раз обсудить вопрос искусственного интеллекта с этой точки зрения. Потому что мы уже знали, что искусственный интеллект может быть связан с определенными рисками. Хотя, конечно же, нельзя забывать обо всех открывающихся возможностях. И поэтому мы хотели предложить на раннем этапе открыть дискуссию, обсуждение этого вопроса. И потом как раз эта дискуссия перекочевала в ОСР. Далее, в том, что касается вот этого доклада, я хочу сказать, что, конечно же, этот доклад содержит в себе множество разных точек зрения на то, что из себя представляет эта взаимосовместимость. Мы видим определенные общие темы. С одной стороны, с другой стороны, мы отмечаем множество отличий. И следует сказать, что как раз эта сеть по искусственному интеллекту позволяет взглянуть на эту проблематику с точки зрения глобального юга. Это та точка зрения, которая не отражает, например, работа в составе ОСР. Так вот, первая тема в этом докладе, конечно же, касается и экологии и так далее. Когда мы работали в ОСР, мои коллеги опубликовали как раз рекомендации по обмену данными. И с моей точки зрения, эта рекомендация была абсолютно оправдана. Но в то же самое время, когда мы в этом докладе узнали конкретные примеры, мы отметили определенные сходства между рекомендациями Совета ОСР, рекомендациями между тем, что содержится в этом докладе и в кейсе, и в примере. Но, может быть, на этом мне следует остановиться. Позвольте мне еще сказать одно в завершение. Руководители группы семьи, я говорю сейчас о встрече министров. И декларация министров, конечно же, потом направляется для рассмотрения в саммиты лидеров. И это привело к так называемому хиросимскому процессу, что привело к конкретным действиям по формированию политики и усилий, направленных на выявление возможностей и рисков, связанных с этими технологиями. Спасибо. То есть, одним из выводов, прежде чем мы дадим слово другим докладчикам, является следующее, что этот доклад может быть учтен группой семи, поскольку он отражает точку зрения глобального юга. Я полагаю, что это было бы великолепным результатом той работы, которая была проведена в рамках Сети по формированию политики. Я чуть позже вернусь к хиросимскому процессу, а сейчас позвольте мне задать мой вопрос, первый вопрос, который касается генеративного искусственного интеллекта и потенциала монополизации этой технологии. Возникают вопросы относительно того, как сделать генеративный искусственный интеллект системой и его сделать более прозрачными, более подотчетными. Оуэн, я хочу обратиться к вам с этим вопросом. Мне очень хотелось бы узнать, что вы думаете о том, каким образом генеративный искусственный интеллект может развиваться более открытым, прозрачным образом, и что делает Микрософт в этом направлении. У вас есть три минуты. Большое спасибо. Я благодарен вас за возможность выступить. Меня зовут Оуэн Мартин. Я работаю в Микрософте. Очень рада тому, что я здесь нахожусь. Большое спасибо за подготовленный доклад. Он очень взвешен и интересен сам по себе. Нам необходимо многое сделать для того, чтобы обеспечить управление искусственным интеллектом устойчивым образом, глубинным образом и инклюзивным образом. Мы подходим с большим энтузиазмом к генеративному искусственному интеллекту в Микрософте, что, конечно, вас не удивляет. Мы полагаем, что это приведет к повышению производительности, и у нас, и Микрософта помогает людям использовать искусственный интеллект для того, чтобы добиться большего от Микрософта офиса. Мы также считаем, что это возможность раскроет широчайшие возможности перед людьми для того, чтобы управлять сложными системами. Вы задали очень хороший вопрос относительно того, как сделать так, чтобы технология была инклюзивной. Мы в Микрософте об этом помним, что необходимо работать на инклюзивной основе, и нашим первым элементом подхода является составление наших рабочих команд следуя принципу разнообразия. У нас есть цели по справедливости, их три. У нас есть официальный открытый документ по ответственному искусственному интеллекту, можете его раскритиковать. И мы привлекаем людей с разным опытом, с разным прошлым. Есть инженеры, есть ученые, есть люди, которые разрабатывали продукты. Конкретно есть те, кто занимался в прошлом социологией, антропологией. То есть у нас очень широкий набор специалистов, которые принимают участие в проектировании этих систем. Но выходя за границы представительности в наших командах, нужно говорить о том, как обеспечить представительность в управлении. И Микрософт стремится включить множество различных вкладов. У нас есть, например, программа для стипендиатов по ответственному искусственному интеллекту. Мы её создали около года тому назад. И благодаря этой программе для стипендиатов мы можем привлекать специалистов, где бы они ни находились в мире, для того, чтобы проектировать не только самую искусственную интеллекту, но и программу управления. У нас есть представители из Киргизстана, Нигерии и других стран. И благодаря этому они позволяют нам привлечь специалистов из разных стран мира для того, чтобы они могли высказать свою точку зрения и относить к тому, как обеспечить устойчивое управление искусственным интеллектом. Позвольте мне разовью эту мысль. То есть открытая разработка искусственного интеллекта и закрытая разработка искусственного интеллекта. Мы знаем примеры и того, и другого. Ваша точка зрения какова? Отличный вопрос. Open Source, открытая разработка искусственного интеллекта, это очень важно. Это очень важно с точки зрения понимания того, как безопасно используют технологии. Кроме того, это важно с точки зрения широкого распространения благ, которые несут эти технологии. Мы поддерживаем Open Source, мы вносим наш вклад в Open Source. Наши модели известны, ими пользуются Open Source. Вы знаете, что у нас в Микрософте как раз есть важный элемент нашей философии как компании. Но в том, что касается открытости и безопасности, есть взаимоотношения между ними. Если говорить о так называемых передовых моделях, в которых есть наибольшие из имеющихся сегодня возможностей, возникает вопрос относительно того, имеет ли смысл давать их в Open Source. А если вы их делаете открытыми, то тогда необходимо рассмотреть разные варианты того, как можно сделать эти модели открытыми. Может быть, есть какой-то средний путь, промежуточный вариант. С одной стороны, обеспечив большой доступ к технологии, с другой стороны, не раскрывая полную информацию о весах. То есть я считаю, что открытость будет продолжать играть очень важную роль в искусственном интеллекте. И спасибо большое. Я думаю, что это также важно с точки зрения плана работы этой группы. Нам необходимо задуматься над тем, каким образом можно включить в обсуждение вопросов управления тот факт, что некоторые из моделей находятся в Open Source. Мой следующий вопрос касается генеративного искусственного интеллекта. В докладе сказано о том, что есть определенные риски или угрозы, связанные с демократией, верховенством права и так далее. Мне хотелось бы уделить внимание особенно намеренному и ненамеренному распространению неверной информации. Системы генеративного искусственного интеллекта можно использовать для того, чтобы распространять дезинформацию. Каким образом можем мы с этим бороться? Большое спасибо. Я хочу поблагодарить также уважаемую аудиторию, которая здесь присутствует, и аудиторию онлайн. Я полагаю, что многое вам могло помешать прийти в этот зал. Хорошо проведенный вечер, нехват бессонницы, связанная с приездами и так далее. Хочу поблагодарить вас за этот доклад. Доклад великолепный. Он очень взвешенный, он отражает результат работы в духе партнерства. Большое вам спасибо за это. В том, что касается вопроса по дезинформации. Мне кажется, что очень важно понять, каким образом генеративный искусственный интеллект может помочь в борьбе с дезинформацией. Что делают генеративные системы, генеративно-искусственного интеллекта? Стоимость создания контента с генеративным искусственным интеллектом по сути нулевая. Если вы можете сформулировать запрос, очень легко генерировать контент. Поскольку эти большие языковые модели существуют на разных языках, такие возможности есть также теперь на множестве разных языков. В результате значительно снизилась стоимость производства контента. Интернет и цифровое распространение информации также посвела к нулю стоимость распространения информации. То есть получается, что у нас нет никаких барьеров в создании и распространении любого контента. И в том, что касается отличия между намеренной и ненамеренной ложной информацией, соответственно, и в том, каким посредством может привести возможность разной оценки. Но относительно того, каким образом мы можем ограничить распространение такой информации, доклад не осветил непосредственно ответ на этот вопрос. Однако описывает ряд подходов, которыми можно воспользоваться. Во-первых, генеративный искусственный интеллект можно использовать в разных контекстах для того, чтобы помешать распространению дезинформации. Но для этого понять нужно, кто является производителем этой информации. Это государство, это корпорация, это другие актеры. И потом необходимо проанализировать, каким образом происходит это дезинформирование. Но выводом является следующее, как мне кажется. Поскольку у нас нет в законе меры защиты, я говорю это с большой осторожностью, понимая, что дезинформация или ненамеренное распространение ложной информации – это тема, которая подлежит дискуссии. Но верховенство права, которое должно определять основу для борьбы с этим явлением, как мне кажется, должно быть надлежащим подходом. Ранее мы начали это заседание с упоминания храссимского процесса, как процесса структурирования искусственного интеллекта. Скажите, пожалуйста, вы могли бы нам рассказать о том, каковы есть принципы в храссимском процессе? Достаточно ли эта работа была проведена для того, чтобы можно было что-то об этом сказать конкретным образом, более конкретным образом? Да, мы еще не завершили этот процесс. И рабочая группа из семи ведет переговоры сейчас и завершает работу над докладом с тем, чтобы представить этот доклад до конца года лидерам. Но поскольку у нас есть декларации министров, и эта декларация была опубликована в начале сентября, 7 сентября этого года, если я не ошибаюсь, то я могу сослаться на то, что не содержится. Там речь идет о кодексе поведения частного сектора, во-первых, то есть это добровольные обязательства, а также в рамках хиросимского процесса речь идет о дезинформации. И обсуждали вопрос о водяных знаках, например, для того, чтобы доказать, что тот или иной контент был произведен с использованием генеративного искусственного интеллекта. Спасибо. Теперь хотел бы перейти к важной части доклада, которая фокусируется на взаимозаместимости управления. И хотел бы теперь обратиться к профессору Син Ли, который тесно работает над этим вопросом. Профессор Ли, мы хотели бы понять, что мы можем почерпнуть из уроков по управлению интернетом, как они могли бы информировать нашу работу в области ИИ. Спасибо за то, что включили меня в группу их экспертов. Я профессор Ли из Китая, из университета в Пекине. И вот 30 лет назад Китай подключился к интернету. И мы пытаемся принимать участие в процессе управления использованием интернета. И с технической точки зрения, действительно, у нас много опыта, мы многим готовы поделиться. И мы здесь наблюдаем за эволюцией интернет-технологий. И мы видим, как именно техническая совместимость важна для работы инженеров и отдельных проектов в направлении управления интернетом. Но есть и другие вопросы. Например, когда мы создавали регистратуру имен доменов в Китае, тоже пригодился этот опыт. И пару лет назад, когда у нас был такой переходный период на глобальную площадку интернета, который фокусируется в США, тоже нам потребовалась эта работа. И тут, я думаю, можно опираться на этот опыт в этой работе, о которой мы говорим сегодня по искусственному интеллекту. Еще я хочу сказать, что интернет, который эволюционировал из всемирной сети и из других технологий, сегодня, став всеобщим благом, которым все пользуются, мы тоже можем пользоваться и этим путем развития и теми уроками, которые мы извлекли из этого пути. По крайней мере, мы можем опираться на работу научных кругов и технических групп для того, чтобы работать в этом инновационном пространстве. Иначе было бы тяжело двигаться вперед. Я думаю, что здесь в глобальном масштабе вместе могут работать представители научных кругов. Спасибо. Хотел бы кратко упомянуть вопросы управления интернетом, о которых вы говорили только что. Этот доклад действительно упоминает вопросы совместимости различных измерений и руководства в области взаимосовместимости, сопряженных с этим норм. Это, прежде всего, обуславливает способ коммуникации. И здесь даются четкие определения, по которым есть единое понимание, дается определение концепций и семантического понятия взаимосовместимости. Хосе, хотел бы теперь обратиться к вам. И что вы могли бы сказать о ключевых рекомендациях по вопросу взаимосовместимости, которые упоминаются в отчете, которые особенно вас как-то поразили, произвели впечатление. Спасибо, Протек. Да, действительно, я рада находиться здесь. И глядя на этот доклад, который был составлен представителями глобального юга, для глобального юга, важно здесь понимать, какие движения происходят в регионе. И в рамках этого понимания, на какой политике мы пытаемся сфокусироваться и какую политику мы хотели бы развивать в будущем. Я думаю, что когда мы смотрим на правила, то мы должны смотреть не только на то, что происходит в Евросоюзе и в других странах или регионах, или блоках стран, которые являются лидерами в этом направлении, но и на глобальный юг нужно обращать внимание. Я думаю, что основная тема, которую мы должны развивать, это понимание того, какие темы недостаточно охвачены в дискуссии. И в этом докладе освещены вопросы региона. Глядя на регион, необходимо понимать, какие вызовы стоят перед регионом. Например, вопросы, связанные с рабочей силой. Мы недостаточно об этом говорим. Как влияет развитие и принятие определенных решений на сектор занятости? Я сейчас говорю не о будущем, не о том, что понадобится людям, которые сегодня работают в офисе, что нужно сделать, чтобы не оставить их за бортом в ближайшие годы при развитии технологий. Я не об этом говорю. Я говорю о рабочих, работниках. В Бразилии, например, есть вопрос о людях, которые работают на платформах по доставке продуктов, продукции. И, например, в Бразилии смерти мотоциклистов на дорогах выросли количественно, если я не ошибаюсь, на 80% за последние 10 лет. И одна из платформ, например, речь шла о том, что должна ли платформа требовать определенные условия работы и не требует ли она слишком многого, что давит на тех, кто доставляет продукцию, доставляет заказы, вынуждает их работать в определенные временные рамки. Это приводит к авариям на дорогах. Вот эти вопросы недостаточно освещены в докладе. И мне кажется, что нужно еще говорить и о вопросах так называемого технического оптимизма. Мне кажется, что это еще и вопрос, например, потребления энергии, выбросов парниковых газов и так далее. Это все политические вопросы, не просто технические. И, как мы уже видели, некоторые лидеры, например, директора технических компаний, говорят, обсуждают эти вопросы. Они, например, обсуждали недавно эти вопросы в Боливии. И президент Моралес в этом обсуждении не принимал участия. Когда мы говорим, например, о биометрическом наблюдении, об использовании биометрических систем, особенно в целях наблюдения на границе, это еще один вопрос, который нужно рассматривать серьезно. Опять возвращаясь к Бразилии. Бразилия хочу сказать, что структурный расизм, который присутствует в уголовной системе, продолжает расти с использованием технологий. И поэтому необходимо серьезно задуматься об этом, о том, что мы можем сделать, можем ли мы наложить мораторий на использование таких систем, либо мы можем даже запретить такую повестку и предотвратить такую повестку в Бразилии. И этот диалог ведется. Я бы хотела видеть эти вопросы, освещенными в следующем докладе. Я бы хотела, чтобы гражданское общество могло эти вопросы обсуждать на таком системном уровне. Спасибо, Хозе. Я услышал в вашем выступлении три основных пункта. Во-первых, это вопрос данных, данные, которые производит глобальный юг. И над этими данными ведется работа. И национальные ресурсы. Эти элементы упоминаются в докладе. По крайней мере, я это в докладе нашел. И теперь хочу, Жан-Франсуа, перейти к вам. Давайте я на английском все же. Вы прочитали доклад. Вы видели, в чем заключаются основные вызовы. И в частности упоминается вопрос наращивания возможностей. Как мы можем укрепить потенциал наращивания возможностей на глобальном юге? В особенности в том, что касается вовлечения заинтересованных сторон и развития использования искусственного интеллекта. Спасибо. Меня зовут Жан-Франсуа. Я из Конго, из Борозавиля. Я эксперт по регулированию новых технологий в области искусственного интеллекта. Я работаю в группе IRPC в Конго. И мы многого ждем от искусственного интеллекта и генеративного ИИ. Но, конечно, мы немного боимся того, что в этом черном ящике. Это, я думаю, вполне понятный страх. И действительно кажется таким черным ящиком, внутри которого многое можно найти. И мы смотрим на три основных вопроса. Во-первых, это риски, насколько они соизмеримы и подотчетны. Второе, это образование, использование ИИ в образовании. Мы разрабатываем специальную стратегию по использованию искусственного интеллекта в образовании. Мы хотели бы, чтобы школы специализировались на обучении ИИ, начиная с начальной школы и до выпускного. В Конго мы хотели бы обеспечить образование населению в целом, чтобы они были грамотны с точки зрения технологий, с точки зрения искусственного интеллекта. Нам кажется, что это могло бы изменить их жизни и принести новый виток развития, не оставив никого за бортом. Спасибо. Теперь хочу перейти ко второму разделу доклада, который посвящен вопросам гендера и расы. Но перед этим хочу сказать, что через пять минут я дам возможность желающим задать вопросы. Поэтому начинайте продумывать свои вопросы. В докладе цитируется Совет по правам человека ООН, где говорится о том, что приоритетом общества, приоритетом работы в направлении ИИ должно быть соблюдение ценностей прав человека, и это должно быть приоритетом. Сарай, у меня вопрос к вам. Есть ли у вас примеры того, как системы ИИ становились причиной когнитивного искажения, которое приводило к гендерной или расовой дискриминации? Как использование систем ИИ к этому приводило, при том, что системы ИИ нацелены на то, чтобы как раз бороться с этими проблемами? Спасибо за этот вопрос. Действительно сложный вопрос. Я постараюсь по мере возможности ответить на него. Но перед тем, как мы перейдем к вопросу когнитивного искажения в области гендера и других когнитивных искажений, таких как раса, владение языком и так далее, хочу сказать, что сложно говорить здесь за все системы ИИ и за все страны. Это сложно, у всех свои особенности. Но выберите что-то одно, говорит Протик. Хорошо. Перед тем, как я вообще перейду к вопросу когнитивных искажений, я кратко скажу несколько слов о несправедливости, которым приводит использование генеративных систем ИИ. Во-первых, это вопрос данных и несправедливости данных в контексте гендера, расы и языка. Особенно язык я бы здесь подчеркнула. Еще это несправедливость труда. Потому что Хозе об этом немного говорил, но когда мы говорим о генеративном ИИ, при этом не упоминая труд тех, кто занимается аннотациями генеративного ИИ, в том смысле, что они ставят лейблы на данные, они аннотируют данные, категоризируют данные, делают их доступными исследователям, учеными и тем, кто строит ИИ, важно упоминать этот труд. И этот труд в основном производится на глобальном юге. Огромное количество работников на разных платформах, в разных формах, иногда с использованием труда крупных организаций, формируют как раз эту базу. И для того, чтобы сделать лейблы, допустим, вы хотите сделать лейблы для машин, автобусов, важны категории, в рамках которых вы производите эти лейблы. Часто именно их создают на Западе. Например, вам нужно поставить лейбл лама или корова. Это объекты, которые могут быть незнакомы людям, которые эти лейблы ставят. Поэтому происхождение когнитивного искажения в некотором смысле – это вопрос политики, того, как производится ИИ. Но в том числе это и вопрос конкретных практик, например, связанных с языком, с использованием английского языка, поскольку в основном вклад в языковые модели основаны на английском языке. Поэтому, если мы говорим о когнитивном искажении, важно говорить о труде производства лейблов, о цепочке поставок, о том, как сам ИИ конструируется, как именно он производится. И тут можно приводить много примеров. Я сконцентрируюсь на одном в контексте работы в Индии, когда были предприняты усилия разработать крупные языковые модели. И эти усилия, к сожалению или к счастью, производились силами малых организаций, которые работают в конкретных сообществах и работают с их языками. Спасибо. Я принял к сведению это. И я вижу, уже вопросы возникают, потому что вы сказали онлайн. Хочу добавить, что в Африке тоже есть исследовательская рабочая группа, которая работает по вопросам африканских языков, особенно масоканикам сообщества у них освещается в этой работе. Есть ли вопросы онлайн у нас? В зале я не вижу поднятых рук. Шамира, наша ведущая, могла бы выбрать для нас несколько вопросов от удаленных участников. Первый вопрос. Слышно ли меня? Да, слышно. Первый вопрос. Секунду. Сейчас я его найду. Вопрос от принца Эндрю Ливингстона. Какое именно международное сотрудничество, какие премьеры международного сотрудничества и соглашений будут управлять ИИ в глобальном масштабе? Еще вопросы? Да, еще один вопрос. Могут ли наши удаленные участники поднять руку и напрямую подключиться и задать вопрос? Давайте вначале прочитаем вопросы из чата, а потом дадим возможность подключиться и задать вопрос. Хорошо, тогда читаю следующий вопрос. Вопрос от участника Айяло Шепеши. Два вопроса от этого участника. Что мы можем сделать с отрицательным и положительным влиянием ИИ, особенно на глобальном юге, в развивающихся странах, где люди теряют работу, потому что их заменяет искусственный интеллект? И второй вопрос. Как мы можем приложить стандарты, международные правила использования искусственного интеллекта, которые предлагают международные организации, вроде Организации Объединенных Наций? Как мы можем обеспечить их использование в конкретных странах? Спасибо. Два вопроса у нас есть от удаленных участников. Есть ли вопросы в зале? Я хочу собрать все вопросы. Пожалуйста. Коллега из Университета ООН. Доброе утро. Я Джиин Бо из Университета ООН. У меня вопрос о наращивании возможностей. Мы знаем, что ИИ — это не столько наука, не столько инженерная наука, как скорее эмпирическая наука. И поэтому ИИ — это не похожий на другие продукты. Поэтому очень сложно прогнозировать, что будет происходить с ним в дальнейшем. Вопрос мой связан именно со сложностью в наращивании возможностей, потому что все изменяется непредсказуемо. Даже создатели ИИ не всегда знают, куда мы движемся. И, например, существует вопрос ошибочной информации. Информации или дезинформации в том, что касается источников информации. Как здесь мы можем нарастить наши возможности? Как мы можем научить школьников или, например, мою бабушку отбирать информацию, которая верна? Еще один вопрос. Здравствуйте. Возникает много новых технологий в области искусственного интеллекта и размываются границы между политическими вопросами и техническими вопросами. Когда мы пытаемся регулировать, где вопрос политики, а где вопрос техники. Когда мы говорим об осуществлении и внедрении каких-то технологий на основе искусственного интеллекта. Поэтому вопрос у меня в том, как мы могли бы обеспечить участие более широкого сообщества и всех задрессованных лиц в техническую сторону использования. И спасибо. У меня пять вопросов. Я не буду просить каждого из вас ответить на все вопросы. Давайте так. Кто хочет ответить на вопрос по управлению, о том, как сделать управление ИИ более эффективным. Второй вопрос у нас о наращивании возможностей, не только технических, но и по использованию в школах. Кто хочет охватить эти темы? Да, спасибо. Давайте я попробую. Мне кажется, это важный вопрос. Как мы можем действительно в глобальном масштабе говорить об управлении сетью искусственного интеллекта? Нам важно разрабатывать скоординированную во всем мире структуру, которая даст возможность создавать технические правила использования, которые бы использовались в каждой стране. некий кодекс правил поведения, некие принципы, которые соблюдались бы во всем мире и были бы созданы по каким-то высоким стандартам. Я думаю, что это диалог, который нам необходимо вести по глобальному управлению. И в 30 ноября 2022 года был запущен чат GPT, что, в принципе, изменило диалог и придало ему новый импульс. Особенно это касается тех, кто формулирует политику, не только тех, кто занимается технологиями. Мы видим, какого прогресса удалось добиться. Это отражено в докладе. И хиросимский процесс тоже именно об этом. И кодекс поведения, о котором говорили на заседании группы 7, инициируя хиросимский процесс, это пример такого диалога. Мне кажется, что это все строительные блоки, которые станут основой для долгосрочного диалога, который мы ведем по вопросу глобального управления. И мы хотели бы для начала понять, какой мы хотели бы видеть управленческую структуру в глобальном масштабе по вопросам технологий, основанных на искусственном интеллекте. И мы хотели бы, чтобы эта структура, во-первых, учреждала бы стандарты. Это самое важное. Для того, чтобы была эта единая глобальная система, должны быть стандарты. Тут можно извлечь уроки из ИКО, например, Международная организация по вопросам авиации, часть Организации объединенных наций. У них действительно была похожая работа в какой-то степени, когда велся диалог по всему миру с каждой страной. Их правила обязательны для исполнения во всех странах. Это первое. Второе. По вопросу дальнейшего развития и необходимости понимания, и необходимости консенсуса по тому, в каком направлении мы движемся. Должна быть некая межправительственная группа экспертов. Как, например, по вопросам изменения климата. Существуют межправительственные экспертные группы. Мы тоже можем рассматривать что-то подобное. И последнее, что касается этого диалога, это необходимость строительства инфраструктуры. Технология меняется так быстро, что мы забываем, насколько это все новое. И насколько все эти модели новые. Этому всего шесть лет. В 2017 году появился искусственный интеллект. Поэтому у нас огромное количество неотвеченных вопросов. Мы продолжаем инвестировать в исследования. Мы должны обеспечить инфраструктуру научным кругам и исследователям, чтобы продолжать заниматься этой работой. И, например, в США есть национальный ресурс по развитию ИИ. Это данные, которые предоставляются исследователям, ученым, которые занимаются вопросами изучения ИИ и технологиями. Так что инвестиции, технология, инфраструктура — вот те компоненты, которые нужны для эффективного диалога и эффективного движения вперед. Это сложный вопрос. Там огромное количество серых пятен, не исследованных еще территорий. И мы должны найти устойчивые пути, вести такой глобальный диалог, чтобы не потерять тот прогресс, которого мы уже достигли на сегодняшний день и продолжали двигаться в едином направлении. И при этом не теряли возможность мониторинга, отслеживания, появления новых технологий, того, как именно эти технологии влияют на глобальное сообщество. Спасибо, Ован. Хосе, вы тоже хотели бы что-то прокомментировать по вопросу управления. А потом, Набуиса, я к вам тоже с этим вопросом обращусь. Когда мы говорим о глобальном управлении ИИ, я должен признать, что я скептически сейчас к этому отношусь. Мы хотим двигаться вперед, но не совсем понятно, какие у нас параметры существуют для управления этой технологией. Здесь много повесток, много... Я сейчас говорю о геополитике, о конкуренции, о гонке искусственного интеллекта, которая наблюдается, похоже чем-то, что происходило во время Холодной войны, такая гонка технологий. И мне кажется, это огромный барьер для нас, если мы хотим преодолеть эту проблему, эту разрозненность, и говорить о каком-то глобальном общем пути управления процессом. И если мы даже будем смотреть просто на наш регион, это большая часть мира, глобальный юг, уже здесь, думаю, нужно и можно создавать некий форум, который может продвигать повестку дня и наши интересы, учитывать наши интересы. Мы говорим о БРИКС, о группе 20 в некоторой степени. Там представлены многие страны, в том числе из Латинской Америки, из Африканского континента, Юго-Восточной Азии и так далее. Это означает, что и глобальный север будет испытывать некое давление и необходимость двигаться вперед, учитывая интересы глобального юга. Если бы мне нужно было выделить два вопроса, я сейчас опять вернусь к теме труда и о извлечении естественных ресурсов, как их принято называть. Я думаю, что прежде всего я начну с вопроса геноцида в районе Амазонки в Бразилии, нацеленное на конкретное этническое меньшинство, которое называлось Аномомис. И этих людей убивали, в их территории вторгались ради поиска золота. Это было нелегально. И затем это золото продавалось с таким компаниями, как Амазон, Эппл и Микрософт. Золото, которое было добыто на этих территориях. Вот вам один вопрос. Нам нужно с этими вопросами что-то делать, с этой добычей природных ресурсов и с тем, как это влияет на другие группы, на остальные сообщества. И как можно здесь это учитывать, когда мы говорим об управлении технологиями и как мы можем это учесть. И учесть судьбу, например, вот этого меньшинства. Мы должны всерьез задуматься над этими вопросами, над том, как это влияет на жизни людей, на природные ресурсы. И когда мы говорим о технологиях, которые происходят из глобального йога, то нужно в обязательном порядке говорить о глобальном управлении и о том, какие решения принимают эти крупные технические компании. И о том, как можно улучшать условия работы людей, занятых в этих компаниях. И о том, какую ответственность эти компании должны нести перед своими работниками. И о том, что вообще происходит в цепочке поставок. Да, то есть вы тоже, по сути, говорили о подотчетности и о доверии по всей цепочке и о необходимости проведения оценок и того, что все это должно входить в систему глобального управления, в процессы управления. А теперь послушаем представителей правительства. А вы, как полагаете, глобальное управление искусственным интеллектом должно развиваться в каком направлении? Какова ваша точка зрения? Глобальное управление с точки зрения правительства одной страны. Мы видим, что происходит в международных организациях, здесь, в ЮНЕСКО, в МСЭ, в ОСР. Но я работаю в правительстве. Я не могу написать такие законы. Я могу написать законы только на японском. Но мы должны иметь свое собственное национальное законодательство. Если будет международный договор, который мы подпишем, то тогда, конечно же, мы должны будем привести национальное законодательство в соответствии с международным договором. Я понимаю, конечно, что, как и в Совете Европы, и здесь ведутся активные дискуссии, ведутся переговоры, но предположим, что у нас будут некие международные договоры. Мы бы предпочли, чтобы этот международный договор не был очень жестким, потому что ситуация в Сирии меняется. Да, мы можем говорить, например, об этом так, как мы говорим о правах человека, но если будет очень жесткая структура этого международного договора, то Япония бы это не приветствовала. Я думаю, что тоже верно с нашей точки зрения других правительств. Поэтому, если говорить, например, нет, ну хорошо, про ОСР говорить не буду, я в ОСР больше не работаю, но в ОСР принципы, которые были сформулированы, очень простые. Они опираются на ценности, например, подотчетности. Есть принцип по безопасности, по надежности, по подотчетности и так далее. То есть, это был первый набор руководящих принципов взаимодействия с человеком и начать, что необходимо обеспечить безопасность. Далее, справедливость, права человека, защиту личной информации и так далее. То есть, эти принципы. И, с другой стороны, то есть, есть пять принципов, которыми должны как бы руководствоваться правительство. Например, правительство необходимо создать экосистему, необходимо наращивать потенциал, обучать необходимым навыкам, ну и так далее. И механизмы, которые могут способствовать подобной работе. Ну и с точки зрения ОСР, также необходимо дальнейшее сотрудничество между странами и по технологии, по стандартам, и по вопросам управления. То есть, много есть международных организаций. У каждой организации свой мандат, свой членский состав. Поэтому совершенно естественно и нормально то, что у нас есть разные подходы. Но, по сути, они не очень отличаются друг от друга. Принципы ОСР были первыми в этой области. Но я не вижу больших отклонений от них. Каждая организация формулирует свои собственные подходы. Каждая организация должна это сделать, поскольку они являются все отдельными, самостоятельными. Но все международные организации, которые занимаются этой деятельностью, работают координированным образом. Например, в ЮНЕСКО мы работаем вместе с ОСР, вместе с Советом Европы, вместе с Африканским Союзом. Из комиссии Евросоюза, по крайней мере, мы обмениваемся информацией о том, какая работа проводится. Я раньше, помню, в Париже, когда жил, встречался на обед с моими коллегами из ЮНЕСКО. Да, совершенно верно, именно так. Ну, а теперь давайте перейдем ко второму набору вопросов, который касается наращивания потенциала. Слово «Майки», потом «Сыраю», процессор «Шинглиен» и «Жан-Франсуа». Что необходимо для того, чтобы укрепить потенциал на разных уровнях, и что необходимо для разработки технических стандартов, структуры управления, использования искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни и выявления дезинформации. У нас разные, как вы уже упоминались, разные возможности. Пожалуйста. Майки. Там было много вопросов, которые касались наращивания потенциала и вопрос относительно того, как позволить большему числу представителей сообщества принимать участие в обсуждении искусственного интеллекта. Мне это видится следующим образом. Мне кажется, что это две стороны одной медали. Да, конечно же, нам необходимо нарастить наши усилия в распределении информации о вопросах управления искусственным интеллектом и взаимодействовать и с учащимися в школах, и с населением, и с трудящимися. Есть много инициатив интересных в разных уголках мира. Например, в Финляндии, а я родом из Финляндии, у нас есть стратегия по искусственному интеллекту, и благодаря этой стратегии за год удалось большую часть населения Финляндии обучить базовым навыкам по искусственному интеллекту. Так что, когда есть желание, возможность реализации всегда найдется. Ну и еще я хочу отметить тему, которая заслуживает более глубокого рассмотрения в рамках обсуждения искусственного интеллекта. Вот вы только что сказали, я не могу написать коды искусственного интеллекта, я могу написать закон в Японии. И вот это вот очень важно, потому что действительно разные эксперты, разные специалисты могли бы работать вместе, и тогда мы сможем обеспечить инклюзивность и справедливость во принятии законов, мерорегулирующих искусственный интеллект. Так что, видите, я лично считаю, что самая важная тема является наращивание потенциала. Вот весной, например, мы в рамках сети по формированию политики обсуждали, какие темы нужно включить. Ведь понятно, что мы не сможем включить в доклад все вопросы, которые касаются искусственного интеллекта и управления искусственным интеллектом. И я надеялась на то, что кто-нибудь предложит включить наращивание потенциала. Я очень расстроилась, когда этого не произошло. Но вот за последний месяц я поняла, что наращивание потенциала является неотъемлемой частью практически всех разделов нашего доклада. Говорим ли мы о расовых вопросах, о гендерных вопросах, об экологических вопросах, управлении, все это напрямую связано с наращиванием потенциала. И потому мы включили несколько рекомендаций в этой связи. Так что наращивание потенциала в большой степени является центральным элементом, многих поднятых тем. Я думаю, что в ближайшие годы мы будем уделять этому большое внимание и на уровне глобальных диалогов. Спасибо, Майки. Сарай, вы хотели бы отреагировать? Благодарю вас. Вы абсолютно правы в том, что есть разные категории наращивания потенциала и разные группы должны взаимодействовать с разными видами искусственного интеллекта, с разными технологиями и делать это в разных контекстах. Вы абсолютно правы в том, что, с одной стороны, у населения есть разные возможности взаимодействовать с искусственным интеллектом и извлечь пользу, и, по крайней мере, не пострадать в результате такого взаимодействия. Следующий вопрос того касается, каким образом разные сообщества в разных технических областях, например, те, кто занимается формированием политики, те, кто занимается составляющими технологиями, могут друг с другом взаимодействовать. Давайте я об этом скажу в своем выступлении. наручные потенциалы или просвещение должно опираться на концепцию взаимности. Необходимо, чтобы эти разные люди, для которых исходной точкой эмпирически являются совершенно разные, подходные, могли бы друг с другом разговаривать. Я считаю, что техническое сообщество было бы полезно понять эмпирическое создание категории, недопустимость обсуждения вопроса, недопустимость формирования других подходов к правам человека, чем те, которые уже существуют. признание различных эмпирических точек зрения без суждения в их отношении. Далее, в том, что касается рабочих мест, которые могут быть утрачены в результате искусственного интеллекта. Я могу сейчас об этом говорить? Да, пожалуйста. Так вот, насколько я правильно поняла, беспокойность вызывает вероятность утрата определенного рабочих мест из-за генеративного искусственного интеллекта. Я считаю, что это абсолютно оправдано. Наше общество лишь начинает осознавать, каким образом различные приложения генеративного искусственного интеллекта могут вызвать последствия с точки зрения рынка труда. И поэтому сообщество по правам человека, техническое сообщество, конечно же, пострадает каким-то тем или иным образом в результате использования генеративного искусственного интеллекта. В какой степени это произойдет, мы пока не знаем, нам необходимо проанализировать. Есть доклады, МОД, которые говорят о том, что более вероятно утрата рабочих мест на глобальном севере, а глобальный юг скорее извлечет пользу в результате создания рабочих мест, связанных с искусственным интеллектом. Я думаю, что нам необходимо с осторожностью к этому подойти и пронаблюдать последствия. Я думаю, что не следует воспринимать те рабочие места, которые сегодня существуют, как несменяемые категории. И возможности создания дополнительных рабочих мест по-прежнему существуют. Но справедливость и справедливые условия труда, достойный труд по-прежнему являются важными аспектами, несмотря на потенциал создания рабочих мест за счет искусственного интеллекта. Вы знаете, наращивание потенциала это и моя любимая тема. Мне кажется, что генеративный искусственный интеллект создает возможности, создает и проблемы в странах глобального юга. Генеративный искусственный интеллект рассматривается нередко с точки зрения данных, с точки зрения но нужно, мне кажется, говорить прежде всего об обучении, об образовании. Мне кажется, что важны очень следующие навыки обучения. Во-первых, критические навыки. Раньше ученики делали то, что говорит учитель. Но в мире, где царит искусственный интеллект, необходимо критически мыслить. во-вторых, все должно быть основано на фактах. В-третьих, логическое мышление, и в-четвертых, это очень важно, глобальное сотрудничество. Люди, да, молодежи необходимо обладать навыками в этих четырех областях. Вот это очень важно. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы были глобальные образовательные системы, связанные с искусственным интеллектом. Много лет тому назад, были созданы современные университеты. Почивший профессора Станкт-Петербургского университета Фефели сказал, что нам нужны новые ньютоны, новые Эйнштейны в эпоху искусственного интеллекта. Спасибо. Тогда хочу сказать, что в ЮНЕСКО у нас есть коллеги, которые работают по вопросам образования и генеративного искусственного интеллекта, и они публиковали руководящие принципы, связанные с искусственным интеллектом. Жан-Франсуа, вам слово. Спасибо. Я буду выступать на французском языке, мне так проще обращать к вам на французском языке, поскольку таким образом мне удастся лучше передать свои мысли. Итак, наращивание потенциала это глобальная задача. Вы говорили о том, что необходимо создавать возможности обучения, и это приведет к обучению всего населения очень быстро. У меня есть на это несколько точек зрения. Я смотрю на это как разработчик программного обеспечения, и у меня есть на это точка зрения как у учителя. Кроме того, я еще сотрудничаю с регулирующим органом, так что я смотрю на это с трех сторон. Я вношу свой вклад в формирование мира, в котором будут жить мои дети таким образом. Я разработчик и исследователь, и задаюсь вопросом, а хочу ли я, чтобы мои дети жили в таком мире. Если ответ на этот вопрос да, то тогда и задаюсь следующим вопросом, каким сделать этот мир моих детей более безопасным. В том, что касается наличия потенциала, у нас в образоведении есть программа кодирования для детей, то есть мы с раннего возраста, с 6 лет до 17 лет обучаем детей программировать. В рамках этой программы мы задали следующим вопросом, задавались рядом вопросом. Во-первых, хотим ли мы, чтобы эти дети все стали специалистами, экспертами в технологических областях, или мы хотим их подготовить к миру, в котором им предстоит жить. Мы решили, что нам важнее разрабатывать когнитивные навыки и учить их принимать решения. Мы знаем, что мы живем в мире, где существует возможность множества решений. Вы знаете, те из вас, кто моего возраста, помнят прекрасно мир, где дети должны были делать лишь то, что говорят им сделать родители или учителя. В противном случае тебе либо поставят плохую отметку, либо тебя накажут. Нужно делать то, что говорят родители или учителя. Сегодня и мы, наши дети, мы живем в другом мире. Мы живем в мире, где возможна множественность решений. И поэтому мы помогаем детям развить их когнитивные навыки с тем, чтобы дети могли выбирать свой путь, выбирать, каким образом можно решить проблему какую-то, потому что нет одного единственного верного решения. Мы должны готовить наших детей именно к этому. И это один из аспектов расширения возможностей или наращивания потенциала, о котором мы сейчас говорим. То есть мы сделали такой выбор, мы решили готовить наших детей не только к миру, где будет царить искусственный интеллект, но и к жизни в мире, где существует множественность решений. И мы смогли в Бразовиле принять этот подход, и мне кажется, что это совершенно подходящий вариант для нашей страны. Благодарю вас, Жан-Франсуа. А теперь я перехожу к последней теме Шамира, наша коллега, которая присутствует здесь в удаленном формате, и она занималась экологическими аспектами и внесла свой вклад в часть доклада, которая касается экологии. Шамира, вы могли бы рассказать несколько слов о части доклада, которая посвящена экологии, о конкретных примерах с этим связанных? Да, конечно, отвечающие Миры. Управление искусственным интеллектом и экологией это очень широкая тема, но поскольку в докладе мы говорили именно об управлении данными, мы изучили взаимодействие между экологией, искусственным интеллектом и управлением данными. И в целом мы предлагаем точку зрения глобального юга на основании вклада множества заинтересованных сторон. Как говорили уже другие докладчики необходимы обеспечить взаимосовместимость и использовать потенциал искусственного интеллекта. Мы говорили о множественных аспектах использования данных для устойчивого развития и говорили об устойчивом цифровом развитии в нашем докладе, поскольку устойчивое цифровое развитие это то, что позволит нам использовать цифровые технологии для того, чтобы учесть экологическую точку зрения и социальную точку зрения, экономическую точку зрения и составить вен-диаграмму. Мы также говорили о том, каким образом можно основывать на антиколониальном подходе с тем, чтобы исправить ошибки прошлого и мы говорили также о процессе с участием множества изнанесередованных сторон, которые позволят прийти к неким новым стандартам в области инновации, создания инвокационных экосистем и институциональных механизмов на глобальном юге. Говорили мы об инклюзивности, о минимизации экологического ущерба и обо всем том, о чем говорили и другие докладчики. То есть в целом мы подчеркнули, что цифровой переход сам по себе должен способствовать экологическому переходу и также опираться на передовую практику с учетом социальной инклюзивности и построить более устойчивый мир, который бы соответствовал контекстуальным реалиям глобального юга. мне кажется, что это резюме представлено в этой части доклада. Мы говорили о геополитических аспектах, об управлении данными, о взаимосовместимости. Это основные термины. Мне кажется, что этот доклад можно назвать достаточно всеобъемлющим и я лично очень многое узнала в процессе его составления. Процесс по принципу снизу вверх с участием может в сервисовом сторон продемонстрировал свою эффективность. Спасибо, Шамира, за то, что вы представили нам резюме и за работу, которую проводили в области защиты экологии. А теперь я хочу открыть микрофон не для того, чтобы вы задавали вопрос, а для того, чтобы вы сформулировали свои рекомендации. Какими еще вопросами следует заняться этой группе? И хочу также пригласить вас вступить в нашу сеть и принять участие в работе. Кто хотел бы поделиться своими рекомендациями? Меня зовут Эули. Я из Академии цифровых технологий. Мы занимаемся научными исследованиями, а кроме того, мы готовим учебные материалы по искусственному интеллекту. Продик, вы говорили о том, что ЮНЕСКО собирается развивать свою работу по обучению в области искусственного интеллекта. У нас, например, есть учебник. Мы этот учебник предоставляем разным университетам в Китае, в развивающихся странах и в странах глобального юга. Так что в будущем собирается ли ЮНЕСКО дать нам возможность принять в этом участие? Или вы будете все составлять сами? Я поскольку это заседание посвящено не ЮНЕСКО, а участию, с участием на что-то интересованных сторон, я с вами непременно свяжусь и мы обсудим с вами вклад ЮНЕСКО в эту деятельность. Кто-нибудь еще хотел бы поделиться своими соображениями и сформулировать рекомендации? Шамир, у нас есть удаленные участники, которые просят слово? У нас есть вопрос или комментарий от удаленного участника? Да, у меня есть один удаленный участник, который поднял руку и я жду, когда включится видеосвязь. Ну что ж, в таком случае, пока мы ждем подключения, давайте я обращусь еще раз к залу. Да, я из Эрнстон-Янг. Мне кажется, что очень важным вопросом является следующее. каким образом проводить оценку того, системы дают необходимый результат или нет? Этот вопрос часто поднимается. Каким образом проводить оценку нетехнических аспектов? Например, сложности, связанные с эксплуатационной деятельностью систем в других географических локациях, не там, где они были построены, каковы нежелательные последствия в использовании их в некоторых контекстах, например, последствия на рынок труда или последствия с точки того, каким образом происходит категоризация групп людей в результате этой системы, то есть оценка нетехнических характеристик использования этой системы. Большое спасибо. Теперь я хочу обратиться к участникам дискуссии и хочу попросить вас дать мне три ключевых термина, ориентированных на будущее, и у каждого из вас три ключевых термина, которые вы можете нам представить. Ну, был. Спасибо. В рамках этого форума образование, гармонизация, глобальный юг. Спасибо. Майки. Я вызываю инклюзивность, будущее и сеть по формированию политики в области искусственного интеллекта. Джозеф. Сложный вопрос. Инициатива включения других и продвижение по другим темам, которые мы уже обсуждали. И продвижение этой инициативы в рамках этого форума. Спасибо IGF за то, что сделал формирование такой сети возможным. Сарай. Не просто глобальный юг, а глобальный. Права. Спасибо. Профессор Шемли. Критическое мышление и глобальное сотрудничество. Глобальное сотрудничество. Хорошо. Оуэн. Три соображения. Во-первых, конкретные действия по наращению потенциала в будущем. Во-вторых, оценка и инвестиции в оценку. Это существующий пробел. И в-третьих, давайте создавать возможность взаимодействия между техническими специалистами и нетехническими специалистами. Жан-Франсуа, инновация, образование, подотчетность. Подотчетность. Ну что ж, большое спасибо всем участникам дискуссии. Спасибо за то, что поделились с нами своими глубокими соображениями, как и тем, кто находится в зале, тем, кто следует в режиме онлайн. Как я уже говорил, у нас есть доклад, который был размещен на сайте IGF. Это результат плод труда сети по формированию политики в области искусственного интеллекта. Я приглашаю вас принять участие в работе этой сети. Благодарю вас за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры!" Продолжение следует...